В администрации Северского района обсудили вопросы развития жилищно-коммунальной сферы и реализацию противопаводковых мероприятий. Глава Северского сельского поселения Алексей Анашкин рассказал, что к лету капитально отремонтируют три артезианские скважины, заменят водопроводную башню на улице Базарной. На сегодняшний день водой поселения обеспечивают 13 скважин. В ближайшее время проведут работу по обследованию возможных мест для пробуривания дополнительных. Львовское сельское поселение обеспечивает 8 скважин, и руководитель местной администрации Эдуард Попов уверен, что больше и не нужно. Хотя каждый год в разгар летнего сезона жители восточной части села Львовская стабильно жалуются на слабый напор. Глава уверен, что проблема в бесконтрольном использовании водных ресурсов. Отсутствие счётчиков позволяет местным жителям поливать огороды и наполнять колодцы. В Смоленском сельском поселении пять работающих артезианских скважин и ещё одна в резерве. Потребности населения удовлетворены. Однако в воде обнаружилось большое содержание железа. Глава администрации Сергей Безуглов рассказал о планах по вступлению в краевую программу для получения финансирования на установку комплексов водоподготовки. Доклад о мероприятиях по расчистке русел рек представил начальник районного отдела ГОЧС Алексей Кухта. Благодаря своевременной работе в этом направлении удалось минимизировать последствия недавней непогоды конца февраля. В границах поселений ликвидировано более одного километра заторов. Вывезено 366 кубических метров древесного мусора. Больше, чем в расчищенном выльском и геркалужских поселениях. Почти по 400 метров. За два месяца 2023 года уже ликвидировано 86 метров заторов. Вывезено 12 кубических метров древесного мусора. В текущем году три поселения – Северское, Смоленское и Калужское – подготовили первичные пакеты документов для получения краевой субсидии на расчистку русел рек. 8,5 миллионов рублей планируют получить из региональной казны на эти цели.